Из-за болезни соперниц отменен матч Виват-Волжанки с Викторией. По словам тренера, белгородских футболисток по состоянию здоровья нескольких игроков не набирается полный состав команды. О других важных спортивных событиях области расскажет Александр Филин. Александр, вам слово. Спасибо, Елена. 100 тысяч рублей получит Наталья Погонина. Премия губернатора будет выплачена шахматистке за выигранную золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде в Норвегии. Ее тренер Павел Лобач получит премию в размере 50 тысяч рублей. Напомню, Наталья Погонина уже во второй раз стала олимпийской чемпионкой. Всего же за свою карьеру она завоевала более 100 медалей. Валерия Соловьева досрочно отказалась от продолжения борьбы. В Казани проходит личный разряд чемпионата России по теннису. В первом раунде встретились воспитанницы саратовской школы Екатерина Яшина и Валерия Соловьева. Имеющая восьмой номер посева, Яшина выиграла три стартовых гейма, после чего ее соперница отказалась продолжать матч. Следующей соперницей Яшиной будут спортсменки из Уфы или Крыма. 1 октября в Тольятти завершился командный чемпионат России по спидвей, в котором эскатурбина выиграла бронзовые медали. Балаковцы в этот раз выставили семь гонщиков вместо восьми положенных. На гонку не приехал лидер команды Артем Лагута. Эскатурбина соревновалась с мегаладой и проиграли со счетом 41-49. В общем, эскатурбина набрала в чемпионате 4 очка и получила бронзовые медали. На сегодня это все о спортивных событиях региона. Ну а о других новостях спорта я расскажу вам в следующем выпуске. Елена. Спасибо, Александр.